Приветите! Это Зельда Слёзы Королевства, и мы продолжаем прохождение Воздушного Храма. О, и ты здесь? Давай, ты! Ну чё, якоры? Наш первый дракон! Если это можно назвать драконом. Мрозакера. Мрозотная тварина, короче. Точно тебе говорю! Это метели за него! Да по-любому! Его нужно остановить! И чё делать будем? Чё-чё-чё-чё делать-то? Я с воздуха попробую пострелять. Вот это ветер! Да, ветер сильный. Смотри, чтобы тебя не сдуло! Так, у меня заканчивается выносливость, поэтому я не буду сильно тут задерживаться. Чё с ним делать? Вот в чём вопрос. Смотри, чё происходит. Давай-ка спикируем вниз. Пробиваем! Всё! Сработало! Отлично! Вот что нужно было сделать. Но, 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 мне нужно вниз, мне нужно вниз, потому что у меня закончилось средство от холода. Сейчас, минуточку, дракош, ты там полетай, ага? Подожди меня. Я сейчас тут вот спрячусь, тут тепло, хорошо. Достаем, значит, чан. Достаем ингредиенты. Просто кучу перчиков, пять штук. Нельзя готовить еду, если поблизости враг. Да ёлки-пак, я как мне сражаться-то тогда? У меня от холода ни шиша нету. Хотя одно блюдо есть на шесть минут, так что... Оставлю это блюдо на чуть позже, когда у меня будет мало сердец. Оно, к тому же, ещё и восстановит прилично. Приличное количество сердец. Смотри, у него полбрюха нету, он додырявый. Значит, мне нужно как можно выше взлететь. Он сейчас эти шипы будет выпускать. Ага, ага, ага. Вот, 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 вот. И мы падаем. Погнали, погнали, погнали. Весь попадание. Отлично, теперь взлетаем в Ярксово. Оу. Нормально, никого он меня так сбил. Смотри-ка, он залетел в какой-то шар. Это чёрная дыра. Подо мной. Подо мной. Оу, нифига себе, он меня сожрал. Так, я не понял, а где это мы очутились? На каком-то обломке. Смотри, у него все брюшины целы. Лин, нужно переходить в наступление. Да-да-да, я наступаю. Полетели. Да, сработало, Лин. Конечно, сработало. Поднимаемся вверх. Куда это? Опять в чёрную дыру? Ну, точно. В этот раз мы уже знаем, что нужно делать. Под тобой. Давай, давай, давай. Спасибо тебе, дружище. Откинул меня в почину. Главное, чтобы он теперь... О, подожди, я и слез стрельну. Ещё, ещё, ещё. Чё произошло? Куда я делся-то? Блин, мимо. Короче, надо было что-нибудь взрывное ему бомбануть туда, и тогда бы у него брюхо пробилось. Сейчас он должен в меня опять стрелять. Своими льдинками. Давай. Поехал. Начинать. Давай, Лин. Даю. Как нельзя дать, Лин. Я с тобой. Опять свой телепорт залетел. Он опять летит в гидрух. Есть. Благодарствую. О, кстати, стоп, 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 стоп. Давай-ка мы сейчас возьмём бомбезное что-то. Бомбезное. Где у меня бомбочки? Вот. Бомбоцвет. Вот он летит, летит, летит. И я вот так вот... Есть. Пробили, наверное. Но не до конца пробили, кстати. Сейчас вот так вот. Ну. О, отлично. О, он сильно разозлился, да? Это похоже, знаешь, на какого-то богомола. По крайней мере, его руки очень похожи на богомольские. Он снова целый. Если нас накроет, то нам, конечно, будь осторожен. Мне надо что-нибудь сожрать. У меня потому что сил уже нет. Стой, стой, стой. Давай, жри, Линк. Молодчик. Всё, мороз нам пока не страшен. Первые шесть минут. Чё будем делать? В вихри нам, значит, попадать нежелательно. Они нас, видишь, сбивают. Поэтому будем как-то... Как-то облетать это всё дело. Я даже не знаю, как. Ёлки-палки, моталки. Подой-ка меня сюда. Попаду, не попаду, попаду, не попаду. Давай мы сделаем вот что. С лука-то я точно попаду. Бомбоцвет заряжаем. Попади, пожалуйста. Есть попадание, нет? Не вижу ни черта. Промахнулся. Давай ещё разок. И ещё разок. Мимо летит. Всё, мимо летит. Ай-яй-яй-яй-яй. Да лечу я туда, лечу, ну. Я сейчас промахнусь. Я же успел. Отлично, мисс. Бомбоцветы, правда, две штуки. Ай-ай-ай. Под его пузо попал. Два бомбоцвета просрал. Я был уверен, что... Стой, 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 стой. Сбывай меня, почи. Фух. Я был уверен, что... Я попаду прямо здесь, вот прямо у меня. Вот тут вот. Ещё. Попал. Ещё брюха есть? Ещё брюха давай. Вот это я красавчик. За раз все три брюха отбил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Ну чё, Тюлин? Что бы это могло быть, сейчас узнаем. Там по-любому какое-нибудь воспоминание. Нам зельда что-то передала. Капсула сердца, благодарю. Теперь у меня их целых шесть штук. Давай посмотрим, что там. Тюлин. Мой дорогой потомок. Этот голос! Так это ты! Все время говорил с нами! Я твой далекий предок. Воин Рито, служивший первому королю Хайрула и мудрец, управлявший ветрами. То, как ты сражался и повелевал ветром, впечатляет. Монстр, который вызвал метель, прислал король демонов. Он хотел помешать тебе заполучить тайный камень. Демоны? Демоны? Камень? Да. Понимаю. Это звучит очень запутанно. Это звучит очень запутанно. Поэтому я расскажу тебе о войне заточения и о задаче нашего народа. Это произошло в далеком прошлом, вскоре после основания Хайрула. Король демонов напал на королевство и его мирных жителей. Он был беспощаден. Первый король Хайрула, Раул, вместе с шестью воинами, решил дать ему отпор. Раул вручил нам тайные камни для битвы с королем демонов. Эти камни усиливают способности их владельцев. Будучи мудрецом ветра, я тоже получил такой и ринулся в бой. Но Ганандорф был слишком силен. Даже мои крылья не помогли пробить его защиту. Его магия была неистащима. Король Рауру осознал, что нам не победить короля демонов. Он пожертвовал собой, чтобы заточить его и положить конец битве. Война? Заточение? Остальные выжили. И спустя какое-то время ко мне пришла гостья с заданием для Рито. Одна из шести мудрецов. Мудрец времени. Ганандорф заточен не навечно. Без особой силы Линку будет с ним не справиться. Прошу, дайте ему силу Рито. Силу управлять ветром. И в этот момент все было решено. Одолеть Ганандорфа наш долг. Клянусь, когда Ганандорф вернется, Мудрец ветра пробудется вновь. И я сражусь бок о бок с Линком. Я все рассказал о войне заточения и задаче Рито. Благодаря тебе деревня Рито спасена. Но король демонов обязательно вернется. Тюля, прошу тебя. Возьми тайный камень и исполни мое обещание Мудрецу Времени. Сразись бок о бок с Линком против короля демонов. Это значит, я должен быть твоим напарником? Линк, как же я счастлив. Мой предок поручил мне сражаться с тобой бок о бок. До сих пор не могу в это поверить. Без нашей помощи мир может оказаться в большой беде. Я не допущу этого. Я с радостью приму этот тайный камень. Мудрец ветра. Смотри, смотри, что я могу делать. Смотри, смотри, что я могу делать. Линк, протяни руку. Я, Мудрец ветра Тюлин, клянусь биться с тобой бок о бок. Это тебе. Доказательство моей клятвы. Доказательство моей клятвы. Клянусь биться с тобой ко мне. С помощью этого кольца ты сможешь призвать мою силу когда угодно! Давай вернемся в деревню и расскажем обо всем папе! Субтитры создавал DimaTorzok Вот это да! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы справились! Молодцы! Да! У нас вышло! Потому что мы действовали сообща! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это немаловажно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До сих пор не верится, что это правда! Крылатый ковчег из песни и правда существует! Ага! Точно! Я тоже так удивился! Ты молодец, Тюлин Погоди, что? Папа, но ты всегда так дорожил этим луком Ты отдаёшь его мне? Я всегда планировал передать его тебе Как только ты станешь великим бойном Папа Спасибо Я докажу, что стал воином Достойным такого лука Линк Но девушка из видения моего предка Выглядела точь в точь, как принцесса Зельда Правда ведь? Неужели это в самом деле она? Но ведь те события произошли много-много лет назад Мы столько всего не знаем Ага Я отправлюсь на крылатый ковчег и всё исследую Я хочу понять, кого мы там видели Я обязательно разузнай о принцессе Зельде И сообщу тебе при следующей встрече Договорились? Да И не забывай, благодаря силе мудреца я всегда рядом Клятва Тюлина Мудреца Ветра Символ верности Тюлина Мудреца Ветра позволяет призывать и отпускать инкарнацию Тюлина Тюлин из деревни Рита Выполнено Ну что, круто, круто, круто Мы всех тут победили Теперь тут лето, Рита летают Ну и, конечно же, ковчег Вон он Он теперь как бы свободен Что ж Мне в комментариях писали, что нужно вернуться в старые места Типа в мой дом Типа в место, где я появился в первой ботве Ну, самое начало И, наверное, мы этим и займёмся Там нас ждут сюрпризики КОНЕЦ Лечу я, короче, в деревню Хотена Лечу, а подо мной Дракон Ты только глянь Сейчас попробую на него спуститься Потому что в комментариях мне говорили, что У дракона на голове есть меч Ну вот, я на драконе Теперь нужно до головы добраться Слушай, это Это, по всей видимости, не тот дракон Видимо, мне другой нужен Потому что я не увидел здесь ничего У него там на голове я ничего не вижу Слушай, давай попробуем ударить здесь Что это такое? Рог нейдры По легенде, состоит из кристаллизованной энергии льда Прикрепите его к оружию Чтобы невероятно увеличить силу атаки Ведь он даёт 26 к чар-монтажу Хо! Это сильно А ещё можно? Нет, только один раз Только один раз я выбил с него это перо И, кажется, мы вниз спускаемся Сейчас я поднимусь Ой, да, мы вниз куда-то летим Слушай А, он в отверстие Он в пропасть это летит Всё, ну мне туда не надо, нет Спасибо, мне не надо туда Я повыше сейчас хочу взлететь Как можно выше И я полетел в деревню Хотена Как чудесно я упал Это же руль Ёлки-палки Давай же состряпаем сейчас себе крутую точилу И последний штрих в моей новой тачке Это седло Рулевое управление И как угодно его назови Ну, короче, теперь я могу вот с этой штукой управлять тачкой Ехать туда, куда захочу И это бомбически Ну-ка, поехали Ну, ништяк же, а Ну, круто Теперь не на своих двух будут бегать Пока батарейки, конечно, не сядут Вот эту грушу ещё сейчас соберу На дорожечку Перекус Ну всё, попёрли Задний ход, задний, задний А теперь вперёд По горам, по горам Интересно, насколько хватит этой тачки Она же тоже имеет свойство разваливаться Как и параплан, как и воздушный шар И всё остальное Музыка 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 Какой ты борзый вообще Взял другого свина и хотел в меня метнуть Нельзя так делать Это же живое существо Ему же могло быть больно Продолжаем наше путешествие А, стой, 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 стой Нет, нет, нет Задний ход, я хочу пушку отрубить Пушку сейчас снимем Блин, куда бы её прицепить? Наверное, на щит Да, на щит будет правильнее Сейчас я её сниму Берём, значит, щит И крепим к нему пушку И теперь, когда я буду доставать свой щит Эта пушка будет стрелять Всё огонь Как надо О, а там вышка есть Нам тогда к вышке надо ехать Поворот Стой, стой, стой Сейчас упадём же А, подожди, а это не деревня Хатена ли там? Вон я там вижу деревню Хотя она, по-моему, не на горе была Или на горе? Может, что-то изменилось? Горожу, что у меня крутые колёса Как у внедорожника Главное, на пузо тут сейчас не сесть нигде Ой, что-то развалилось Или батарейка у меня сдохла Ладно, не проблема Тут вон волшебник Привет Ты хочешь со мной подраться? У меня есть пушка, если что Взлетаем И кидаем ему прям в башку Выкуси И вот ещё щит достань Да ёлки Что там не получается Что ты там прилёг? Смотри Он упрыгал куда-то Бум Я что, не попал в него, что ли? Я к тебе опять не попал Вот теперь ты попасть должен был Еееей Нормально Оу, блин Скоро сломается моя пушка Волшебник против пушки Это как-то забавно, да? Ну давай, сейчас Я тебя тут настигну Блин, мимо Да что ж ты будешь делать-то? Да хватит уже там я пикать О, спасибо тебе, Тюлин Точнее, инкарнация Тюлина Ты мне очень помогла Что у нас тут? Рубина-резак Надо что-нибудь выкинуть И взять его Теперь я могу тоже Огненные штуки пускать, да? Ну и хорошо Ой, траву поджёг Случайно Всё, погнали отсюда Блин, в гору не получится заехать Обидно Хоть и 4 ВД у моего внедорожника Но, увы, не получится Затащил свою чёртову колесницу Сюда наверх Давай, поехали Юху Вот это скорость Блин Я сейчас зашибёт Чёрт, кажется, моя колесница без меня поехала Вот ей веселье-то, а А мне ничего не досталось На каком-то вшивом параплане спустился Не, только не ты Ты мне вообще не нужен Нафиг Нафиг Так, тачка Поехали Заводись, дрантулет Какой-то они в ту сторону и едут Стой, стой, стой Задний ход Разворот А, сейчас меня ударят Это было больно Придётся тебя поджечь Я только что достал Волшебную огненную палку Поэтому Держи Опа Полетаем Ну, куда ты побежал? Ну, и, в принципе, хорошо, что ты убежал Мне же лучше Поехали Опять свиней А нет, это олени Ну, вот мы и доехали до Хотена Обалдеть Осталось только найти мой дом Который я тут строил когда-то Но уверен, что его уже снесли Здорово, петухи Интересно Иди сюда Я могу с вами летать? О Эта фишка сохранилась Ну, хотя, это же одна и та же игра Ёлки-палки Прикольно Летать с петухом На башке Круто О, вот этих вот фонариков Не было в виде грибов Это я точно помню Нифига себе вы тут проход Какой сделали грибной Обалдеть Так, ладно, лети Отпускаем петуха Вот это ностальжи Вот этот магазин Я не помню, что Но вон тот следующий Это магазин красок Тут можно перекрашиваться было Да, это я помню Помню еще Чувака, который хотел Замутить девчонка какой-то Я ему помогал Он стоял вот в этой конюшне Со слом Да, я собирал ему, по-моему, сверчков Тогда Ух, блин Вот это Пять лет назад Ты прикинь, сколько время прошло Ну, деревушка-то вообще практически не помню О, а это что? Погоди Надо туда заглянуть Это вот как раз-таки дом построен свежий Где-то тут мой дом был Я, правда, уже не помню Это дом Вот, вот здесь вот дом мой был Кажется, это он Я здесь его покупал В этой местности где-то Ну как покупал Я его строил Мне топорда помогал По крайней мере, я и не помню Что мне топорда помогал Это было так давно Я уже позабывал Что-то мне в комментариях напоминали А может быть, вот это мой домик Пойдем-ка зайдем Тут же дом Зельды Еще где-то должен быть Здравствуйте Вот надо узнать Где-нибудь записочку Найти что-нибудь Что-нибудь о том, чей-то дом Может быть, это даже дом Топорды Во, книжка есть Отлично Давай почитаем Не уник Зельды Это дом Зельды Елки-палки Давай читать Прочитать, да Хочу первую страницу Может, тут какие-нибудь Любовные послания Или еще что-нибудь После великого бедствия Я задалась вопросом Что я могу сделать Для восстановления королевства Я отправилась в путешествие По Хайрулу Надеюсь, что в дороге Найду ответ на этот вопрос Я видела рухнувшие здания Даже целые разрушенные города Все было намного хуже Чем я могла себе представить Но чем больше я наблюдала За жизнью населения Тем яснее понимала Что даже великое бедствие Их не сломило Именно они И их сильнейшая воля Является главной ценностью Хайрула Вот что я поняла За время путешествия Поэтому моя главная задача Сейчас Защищать свой народ Следующая запись Большим шагом К восстановлению Хайрула Была постройка школы В самом большом Его поселении Хатена Здесь богатые Плодородные земли И очень много детей Идеальное место для школы На должность учителя Я пригласила Семина Из исследовательского института Кстати, да Тут же Хатенский институт Где Пура Когда она еще была маленькой Занималась разработками Надо будет туда подняться И посмотреть Что стало с этим институтом Много лет Он был ассистентом Пуры Поэтому опыта Работы с неугомонными детьми Ему не занимать Какое-то время Я буду заходить в школу И смотреть Как идут дела у учеников Я поручил Постройку школы Строй-Д Учителю топорды Из топордостроя Короче, все Это капец Это Все воедино Собрали Все мои воспоминания Которые Здесь были ранее Когда я играл в ботву И топорда И институт Хатена И вот ученик Пуры Когда она была маленькой В общем, ладно Продолжаем читать дневник Он был очень рад Моему предложению Ведь это станет Последним проектом Таких масштабов Здесь В Хатена А еще я попросила Его сделать На моем участке Тайную комнату Там маловато света Зато совсем не сыро И очень уютно Опа-на Тайную комнату? У Зельды есть тайная комната? Ее надо срочно найти Теперь у меня есть Где уединиться И сосредоточиться На работе Когда оказалось Что школу уже можно открывать Возникла серьезная проблема Учителей не хватает Я попросила Симина Выбрать кого-нибудь Но ему не удается Найти хорошего кандидата Конечно Учитель должен быть умным И образованным Но самое главное Он должен ладить с детьми Забота о детях Это забота о будущем Нашей земли Учитель своим примером Должен приучить детей к добру Надеюсь, что сюда Пребудет множество Достойных кандидатов Из которых мы выберем Лучшего на роль учителя Все Страницы закончились И этот дневник Был прочитан не зря Тайная комната Где она может быть? Куда Зельда могла Поручить постройку Тайной комнаты? Давай вокруг дома обойдем Ну хорошо Это дом Зельды Значит Вот этот вот Один из этих домов Это мой дом Раньше был Сейчас не знаю Я же Путешествовать с Зельдой Пошел Возможно мой дом продали Знаешь, как во Властелине колец Когда Хоббит Возвращался с путешествия Его дом Распродавали По крайней мере Все, что у него В доме было И такие говорят А мы думали Ты погиб И поэтому мы Распродаем Твое имущество Так В колодец можно залезть Сейчас тут Что-то блестит Может быть И с моим имуществом Так же поступили Ой, елки Погодите Это не тайна ли Комната Зельды? Рисуночки Смотри Детские какие Ну Похоже Похоже Она же школу строила Детские рисунки Как бы Ну, логично Фонари здесь Дневник еще один Сундук Давай откроем Она говорила Что тут темно Чего Старое колечко Для волос Простое Старое колечко Все еще крепкое Хотя и выцелило От времени Закрепив его В волосах Поневоле Начинаешь Ощущать Ностальгию Стой Подожди Давай закрепим Давай закрепим Елки Палки Вот Я теперь С прической Как в ботве Офигеть Вот про что Какую Ностальгию Говорили Зельда писала В дневнике Что тут темно Но видишь Фонарис Она поставила И поэтому Осветилась Хорошо Подземелье Так Ну книжки Там ничего Давай читать Дневник Посмотрим Что она тут Наваяла Несмотря на то Что великое бедствие Миновало Нам еще долго Предстоит бороться С его последствиями Линк сопровождал меня В различные регионы Королевства Его одежда Порядком Поизносилась Поэтому я велел Изготовить ему Новую тунику Война О-о-о Вот это уже интересно Надеюсь Удивить его Подарком Который я Сама заказала Чтобы не Испортить сюрприз Я спрячу Тунику В тронном зале Угу Наверняка Никто не догадается Что с помощью Светильников Можно открыть Путь к ней Тронный зал Погоди Так это в замке Хайрул Что ли Новая туника Война Минуточку Я то думал Что я в тайнике Зельды Найду тунику Но нет Так Вот значит Точно В тронном зале Замка Хайрул Я ж там был Но я там Нишиша не нашел Короче По всей видимости Нам опять предстоит Заглянуть В замок Хайрула Видимо я Поторопился Тогда немножечко С этим Пойдем Посмотрим Дома Они же должны Продаваться Посмотрим Что там по ценам Сколько рупий Хотят за них И вообще Есть ли тут Мой дом Он остался Или нет Можно в него Зайти Так Зайти можно А поспать Не поспать Тут нельзя Наверное Потому что Это не мой дом Все таки Выйдем Вывеска Где Вот вывеска Точнее Тут даже не вывеска Это Посмотреть Мечтаешь об идеальном доме Приезжай в новую деревню В Акали Мы построим дом Твоей мечты Топор дострой А А как же Тут Тут Мой дом Все дела Давай еще сюда Зайдем Не Ну тут явно Кто-то живет Вот рисунки Тут видимо дети Дети Или Короче Моего дома Здесь нету Его сдали Распродали В то моем имущество И сдали А вон там Постройка Вот эта вот Постройка Это школа Теперь понятно Что это за здание Дико хочу туда зайти Посмотреть Что там Зельда настроила Ну как бы Не Зельда строила А по ее указу Ее строили Ну проектировала Это наверное Зельда Там даже учитель есть И дети сидят Вай-вай-вай-вай-вай Прикольно Детей не так много Всего Пять штук А четверо А это наверное Симон Ну Я потом с ним поболтаю А сейчас перемещаемся В замок Хэру О как тут приятно Слушай Нет ни гроз Ни дождя Вот это великолепно Я думаю Что мы вот через этот балкончик Сейчас в тронный зал попадем Я надеюсь Что Это тронный зал То о чем я думаю Врубаем телепорт А черт Высоковато Обзорный зал И вот сейчас Мы должны попасть В тронный Вот сейчас я спускаюсь Ты до сих пор тут трешься Елки-палки Сколько дней прошло Хотя знаешь Что я подумал Я подумал Что мы же Не в самом замке находимся Сам-то замок Вон он летает Где Блин Это нам в сам замок Нужно походу взобраться А как нам туда бы Грамотно залететь То есть мы возле замка Тремся Но не в самом замке У меня есть одна идейка Залететь туда На воздушном шаре Хо-хо-хо Благо здесь материал есть Мы сейчас Что сделаем Мы сейчас возьмем Вот эту платформу Ее поставим здесь Закажем воздушный шарик Вот этот вот Прикрепим все это дело сюда И разведем здесь костер Кремний и дрова взял Ну а теперь зажигаем Это плохая была идея Стой Шарик Стой Надо было Каменистую Какую-нибудь штуку взять Эээ Есть идея Надо вернуть это все дело назад Возвращайся Так как костер зажегся Мы сейчас просто новую штуку Туда шлепнем Типа 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 вот так вот Вот А она все равно горит Да что ж ты будешь делать-то Ну почему За что так За что так С нами О Слушай У меня же есть пружинки Так Если я возьму две пружинки Вот Сейчас я их объединю Типа вот так Нет Плохо объединил Во Вот так получше Ставим сюда Долазим Так Надеюсь сработает Надеюсь сработает Высоко сейчас меня подкинет Вот это я подлетел Стой 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 Маловато Все равно маловато Маловато Плохо подлетел Пойдем-ка вон на ту башню Ну вот Затащил эту попрыгайку Сюда Может еще одну Пружинку сюда Шлепнем Чтоб Чтоб Вообще высоко Меня подняло А давай посмотрим Сейчас куда я полечу Ну почти Почти Замок Хайрула Первый уровень Давай еще одну Пружину шлепнем Готово Вот теперь-то Мне мощи должно Хватить Вот прям вот Вот прям вот Чувствую Погнали Вол Прям на самый верх Тюлин Подтую ко мне Немножечко Мieszтяк Почти Ну как бы Почти Но я еще не наверху Надо Туда как-то Доползти Теперь еще Как думаешь Доползу? Нет Вот кто ж Их знает блин а там-то внизу высоко падать не хочется но я должен залезть должен замок хайрул я вернулся я здесь и где же странный зал я думаю что мы его найдем но это будет следующей серии а на сегодня это все если понравилось то не забудь поставить лайк подписаться на канал чтобы не пропустить следующих серий ну и увидимся в следующем ролике так что до встречи